Здравствуйте! В этом видео мы приведем вам два примера, доказывающие, что в кодексе об административных правонарушениях нет презумпции невиновности. Хотя вроде как формально она там даже закреплена. Презумпция невиновности закреплена в статье 1.5 КОАП РФ. Цитирую. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа или должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. И неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемое к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. Но есть исключения, предусмотренные в самом же кодексе об административных правонарушениях. Положение о том, что лицо не обязано доказывать свою невиновность, не распространяется на административные правонарушения, предусмотренные главой 12 КОАП РФ. А это, чтобы вы понимали все административные правонарушения в области дорожного движения. То есть, вас остановил сотрудник ДПС и сказал, что вы что-то нарушили, то он не обязан доказывать вашу виновность. А это вы должны доказать, что невиновны. Также вы обязаны доказывать свою невиновность, а органы государственной власти не обязаны доказывать вашу виновность за административные правонарушения в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств в случае фиксации этих административных правонарушений, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющие функции фото и видеозаписи. Теперь поясню все на простом примере. Если человек проходил мимо вашей машины и сфотографировал на мобильное приложение помощник Москвы под нужным углом так, что кажется, будто вы стоите на газоне, то вам надо доказать, что вы на нем не стояли или эта территория не относится к газону. Чтобы вы понимали, доказать это практически невозможно. Оправдательных решений суда просто мизер. Да, и карты газона в открытом доступе нет. Откуда понять, что ты стоишь на газоне, если неизвестно где этот документ? То есть вы фотографируете машину человека, якобы он совершил административное правонарушение, и уже водитель должен доказывать, что невиновен. И одной фотографии достаточно, чтобы выписать штраф. Но есть еще одна юридическая коллизия, которая полностью перечеркивает всю презумпцию невиновности. Сейчас поясню. Сотрудник полиции решил вас оштрафовать. В этом случае сотрудник полиции выпишет вам постановление, в котором он определит, как он вас наказывает. То есть, например, штрафует на 1000 рублей. Вы не согласны с этим и заявляете сотруднику полиции, что не совершили административное правонарушение. В этом случае он должен составить протокол, в котором будет описано нарушение. Но он может сделать это только после того, как будет выписано постановление, в котором уже указано, какое наказание вас ждет за нарушение. То есть, еще до того момента, как начнется рассмотрение дела и будет установлена ваша вина, то уже составлен документ, в котором указано наложенное на вас наказание. И о какой презумпции невиновности может идти речь, если документ, который вас наказывает, составлен до разбора ситуации по существу. Поэтому забудьте о презумпции невиновности. Это миф. Вы виновны априори и сами должны доказывать свою невиновность. Если это видео было вам полезно, то поставьте лайк и напишите комментарий. А если это видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и выскажите свой негатив в комментариях.